приветик всем сегодня 31 октября я нахожусь в аэропорту хитро в пятом терминале как я уже вам говорила в предыдущий раз сегодня опять улетаю в этом терминале и в первый раз но ничего страшного все нашла хоть немного дольше а спешить тут некуда в аэропорт хитро надо приезжать за три часа до вылета пятый терминал используется исключительно british airways и иберия и способен обслуживать более 30 миллионов клиентов в год в этот раз я лечу british airways уже объявили посадку и я иду к самолету у нас тут произошли изменения визаэр которым я всегда летала больше в лондон не летит а british airways начал летать туда куда лечу я но сегодня только второй рейс самолет начал выруливать от аэропорта и вылет на 15 минут быстрее чем надо это из-за того что самолет заполнен только на четверть это меня только радует как говорила моя тетя меньше мышей меньше писку сейчас мы стоим в очередь на взлетную полосу было мне занятие сидеть у окна и рассматривать самолеты я вот думала что сяду в самолет и засну я очень устала за эти дни но нет так и пролетело все время и не замкнула глаз ну что ж следующий наш самолет взлетаем а очередь то все еще стоит при взлете открылись очень красивые виды и аэропорта и окраины лондона в первый раз я летела british airways в чехию и тогда удивилась что бортпроводники довольно таки в возрасте и в теле привычно же что они всегда молодые мальчики и девочки и очень стройные а здесь люди с сединой не знаю может быть это политика компании такая но второй раз уже так лететь два с половиной часа не так и долго но нам дали бесплатную воду и кусочек бисквита на английском он все равно называется кейк а если было желание выпить кофе или съесть что-нибудь другое за это уже надо было платить вот и все полет закончился и мы приземлились из-за разницы времени уже темно всю официальную часть такую как проверку паспорта прошли очень быстро и мы с вами прилетели в мой родной любимый и старый город рига а сюда я прилетела не просто так приехала знакомиться первого октября я стала бабушкой и у меня теперь маленький внучок это уже следующее утро очень красивый рассвет и у нас с мамой на полдня свои планы пока сын на работе первым делом как и всегда когда я прилетаю мы едем на кладбище что было ново для меня в риге так это автоматы по сдаче пластмассовых бутылок все-таки это хорошая вещь бутылки по дорогам не валяются а за это получаешь скидку в магазине каждая бутылка стоит 10 центов потом берется чек а когда закупаешься в магазине даешь чек и скидка на эту сумму мы с мамой съездили на кладбище а теперь мы находимся в центре риге и как всегда мне хочется погулять по старому городу заодно и выгулять маму ей 84 года и большую часть дня она проводит дома а когда зовешь куда-нибудь выйти всегда какие-нибудь отмазки а сегодня получилось как нельзя лучше хотели сойти на другой остановке а она закрыта проехали чуть дальше и пришлось есть со мной гулять по старой риге сейчас мы проезжаем бастионную горку это старинный насыпной холм расположенной в центре риги предваряет один из главных въездов старый город здесь в средневековый период прилегал торговый путь до пскова и новгорода бастионная горка возвышается над территорией зеленых насаждений вдоль городского канала поворот и мы с вами видим латвийский национальный театр профессиональный латышский драматический театр начавший действовать 30 ноября 1919 года в риге сейчас просто переходим улицу и мы уже в старой риге погода как видите сегодня прекрасная как раз для прогулок и это 1 ноября внуку сегодня исполняется месяц и я закуплюсь подарками и попозже поеду к ним с малышом вчера я познакомилась сын меня повез знакомиться сразу после аэропорта но как вы понимаете было уже поздно и долго я там не задержалась так что сегодня пока сын на работе мы с мамой гуляем по старому городу а потом к вечеру опять пообщаюсь с внуком вот какой люк на дороге с изображением старого города старый город на латышском называется ватрейга это старейшая часть города на правом берегу реки даугавы знаменитая своими соборами и другими историческими зданиями в 1967 году старый город получил статус охраняемой территории в 1983 году стал городом-памятником а в 1997 году исторический центр риги включен юнеско в список всемирного наследия рига основана в 1201 году епископом албертом здесь находились главный храм риги собор петра орденский замок резиденция епископа возможно городской торг здесь пересекались главные улицы риги постепенно город выбирал в себя ближайшие территории поселок лыбов участок нового рынка и предместья формирование территории города обнесенной крепостными стенами завершилась к концу 13 века сейчас мы с вами пришли на домскую площадь это одна из площадей старого города площадь занимаемой территории 9425 квадратных метров площадь названа по своей архитектурной доминанте домскому собору это кафедральный собор евангелистической лютеранской церкви латвии это название площадь впервые получила в 1886 году это здание латвийского радио в 1925 году была создана компания рижское радиовещание осуществлявшая вещание на средних волнах такой транспорт возит всех желающих по старые риги это конечно платный аттракцион сам домский собор это одна из главных достопримечательностей является крупнейшим средневековым храмом прибалтики главной достопримечательностью домского собора является орган установленный в 1883 году большой орган домского собора считается одним из важнейших памятников немецкого органного романтизма в европе по своим габаритам хотя не по числу троп он по-прежнему остается самым большим органом всего балтийского региона и бывшего ссср а 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 и а сейчас мы с вами приближаемся к еще одному месту старом городе которое я очень люблю это высококлассный ресторан дом в самом сердце старого города с изысканной европейской и латышской кухней и огромной коллекцией вин. На крыше ресторана расположена терраса, с которой открывается великолепный вид на архитектуру старой Риги. Поворачиваем как раз напротив ресторана по узкой улочке, идем дальше и глубже в старый город. Сейчас перед собой вы видите самую узкую улочку старого города, а это антураж средневекового ресторана. Он открывается в полдень. Сейчас еще рановато. Это улица Розена. Именно эта улица с выстроившимися в ряд прилепленными друг к другу домами по обеим ее сторонам отличается крайней узкостью среди и без того нешироких улиц старой Риги. Но о ней я вам расскажу и покажу в другой раз. Идем дальше. По дороге магазин сувениров. В витрине я заметила много матрешек и кроссовки со шнурками из янтаря. Здание справа это Рижская дума. За ней поворачиваем направо и мы уже находимся на Ратушной площади. Ратушная площадь это одна из центральных площадей города Риги. Обратите внимание, какие импозантные столбики. Изначально на месте современной Ратушной площади находился городской рынок, куда приезжие купцы свозили товары. Таким образом, сама площадь на протяжении всего 13 века была известна под названием Рыночной. Перед вами дом Черноголовых. Впервые упомянут в 1334 году как новый дом большой гильдии. Впоследствии здание неоднократно перестраивали. Во время Второй мировой войны было разрушено. Оно восстановлено с 1996 по 2000 год. Дом Черноголовых был восстановлен в прежнем виде и на прежнем месте на средства банка Парекс к празднованию 800-летия Риги. Затраты на строительство всего комплекса составило почти 4 миллиона тогда еще латвийских латов. Впервые дом Черноголовых упоминается на городской рыночной площади в 1334 году, что свидетельствует об изменении ее статуса. Однако в этот период название дом Черноголовых еще не существовало. А здание по решению вселившихся в нем торговцев-мореплавателей именовалось Новый дом, поскольку оно было воздвигнуто для нужд членов купеческой гильдии. Поворачиваем за угол и вдали уже виднеется фасад церкви Святого Петра. Это древнейшее по времени основание культурное сооружение города. Впервые упоминается в 1209 году. Знаменито своим оригинальным узнаваемым шпилем. Общая высота башни 123,5 метра, в которых 64,5 метра приходится на шпиль. До постройки Рижской телебашни в 1985 году церковь Святого Петра являлась самым высоким сооружением в городе. В шпиле оборудованы две смотровые площадки на высотах 57 и 71 метр, а для облегчения доступа посетителей на них были установлены лифт и железобетонные лестницы. Сегодня смотровые площадки церкви Святого Петра пользуются большой популярностью среди туристов, а сам шпиль запечатлен на многих сувенирах. Субтитры создавал DimaTorzok С тыльной стороны церкви Святого Петра находится памятник бременским музыкантам, выполненным бременским скульптором Кристой Баумгертель. Бременские музыканты изображены в тот момент развития сюжета, когда они заглядывают в окно к лесным разбойникам. И существует поверье, согласно которому, если потереть нос осла и загадать желание, оно обязательно сбудется. Есть возможность реализовать еще три желания, потеряв носы других животных. Но самое сокровенное желание исполняет петух, дотянуться до которого сложнее всего. По другой версии, каждое следующее животное увеличивает шансы на исполнение одного заветного желания. Сейчас мы с вами находимся во дворе конвента. Общая площадь достигает 260 квадратных метров. Это один из старейших кварталов Риги. В настоящее время здесь расположена гостиница конвента, Рижский музей фарфора, различные магазины, рестораны и бары. Редактор субтитров А.Семкин Перед вами Церковь Святого Иоанна. Проходим мимо входной двери. Затем через старинную арку. И за ней опять кое-что интересненькое. И как вы успели заметить, за каждым поворотом в любом маленьком переулочке везде кафе, рестораны и бары. Так что голодным тут никто не останется. Выбор зависит только от толщины кошелька. Пока мы гуляли по старому городу, я решила, что хочу посмотреть на него сверху. Но не с высокой башни, а просто с крыши одного из зданий. Вспомнила я об одном месте, но к нему надо идти обратно на Домскую площадь. А обратно идти уже как-то не хочется. И тут я вспомнила, что недалеко есть торговый центр, который сейчас называется галерея-центр, а раньше был рижским центральным универмагом. Там на верхнем этаже есть кафе и рестораны, плюс выход на балкон, который используется как курилка. Вот мы уже и на месте, идем к лифту и поднимаемся наверх. За свою историю торговый центр неоднократно горел. В 1975 году в результате пожара пострадало 1700 квадратных метров торговой площади. Четыре отдела выгорели полностью. Спустя четыре года при следующем пожаре выгорело 2000 квадратных метров продуктового отдела. Но тут было еще одно происшествие. 17 августа 2000 года на первом этаже универмага произошел теракт. В результате двух взрывов погиб один человек и около 30 пострадало. Ну что ж, наверх мы поднялись, балкон был закрыт и ни с чем мы вернулись вниз. Выходим из торгового центра и тут уже заканчивается старый город. Хоть обманным путем, но выгуляла маму и в конце она осталась рада. Сказала, что сама не помнит, когда уже в последний раз была в старом городе. Теперь уже идем к транспорту и каждая поедем в свою сторону. Субтитры сделал DimaTorzok Это латвийская музыкальная академия Язе Павитуала, а раньше она называлась просто Латвийская консерватория. Здание с красной крышей – это бывший цирк. Что сейчас там, я не знаю. Сейчас перед вами Рижский центральный железнодорожный вокзал. Проводила маму на троллейбус, вскочила в трамвай, доехала пару остановок опять же до Ратушной площади и жду другого трамвая. Что-что, но в этот раз я в Риге накаталась на общественном транспорте, что уже очень давно не делала. Сейчас в трамвае еду к внуку, ведь ему сегодня месяц. Дождусь сына с работы и поедем куда-нибудь погулять. Сейчас я нахожусь в районе Пардаугава, или Задвинья. Это общее наименование левобережья реки Даугавы, в городе Рига. Его площадь составляет около 120 квадратных километров. Это 39% территории Риги. Он включает в себя 19 жилых микрорайонов Риги, и этот район очень зеленый. Район, который мы сейчас проезжаем, называется Агенскалнс. Название произошло от имени Генриха Фромхагена, который в 17 веке был судьей и построил здесь свою усадьбу. Тогда, в 17 веке, Агенскалнс был малонаселен. Там преобладала большая часть членов латвийского торгового дома, а также наемники, рыбаки, якорщики, перевозчики винных бочек, лодочники и другие. А вообще, первой известной постройкой Агенскалнс и всей Пардаугавы была укрепленная мельница Маара, упомянутая уже в 1226 году. Итак, уже вечер, и мы с детьми решили поехать в город погулять. Самое смешное то, что сын говорит, ты любишь старый город, так поехали туда. Но я же не могла сказать нет. Так что мы опять приближаемся к старому городу. Сейчас вы видите здание театра оперы и балета. И снова мы идем в сторону Бастионной горки. Сын сказал, что он знает еще одно место, где с крыши можно посмотреть на старый город. Поехали туда, но там, увы, тоже ничего не видно. А это памятник свободы. Этот памятник высотой 42 метра был открыт в 1935 году. Сейчас мы находимся на Бастионной горке, мимо которой проезжали утром. Опять заходим в старый город. На этот раз со стороны памятника свободы. И как ни крути, днем и вечером одно и то же место выглядит абсолютно по-другому. А в старом городе и днем, и ночью всегда своя жизнь. Днем она немного спокойнее, с туристами, бегущими на работу людьми и просто прохожими. А вечером начинается уже другая жизнь. Так скажем, более шумная. Во многих ресторанах играет живая музыка. А особенно в то время года, когда тепло, музыка здесь льется со всех сторон. Ночную жизнь Риги можно охарактеризовать как оживленную. Город предлагает множество возможностей для тех, кто хочет испытать разнообразные приключения, включая бары, ночные клубы и площадки для проведения мероприятий. От шумной Старой Риги до современных кварталов каждый найдет, чем заняться и куда пойти. Посетители Риги могут насладиться живой музыкой, выступлением диджеев, а также, конечно же, насладиться различными напитками, беседами и ночной атмосферой. В Старой Риги в нескольких минутах ходьбы друг от друга расположено множество фантастических баров и клубов. Здесь есть также и фольклорные клубы. Заметила тут довольно интересную инсталляцию. Для чего это? Честно сказать, не знаю. Сейчас мы идем по той же ратушной площади, где ходили утром. Не правда ли, вечером она выглядит немного по-другому? Когда вы будете смотреть это видео, уже будет зима. Чувства Криги зимой проявляются постепенно. Будут хмурые зимние дни, и они будут ловко компенсированы множеством волшебных моментов. Прогулками по заснеженным паркам, освещенным световым инсталляциям, попиванием горячего напитка и дегустацией жареного миндаля на волшебной рождественской ярмарке, которая, кстати, вошла в топ лучших рождественских ярмарок. Так что в Ригу можно приезжать в любое время года. На этом, я думаю, на сегодня хватит. Я домой, а вам хорошего дня. Что будет завтра, вы увидите в следующий раз. Но одно точно, в следующий раз мы с вами встретимся здесь же, в Латвии. На этом сегодня все. Пока-пока.